Всем привет! Это снова я, Анастасия, и мы продолжаем изучать времена английского глагола. И сегодня мы с вами проходим Present Perfect. Present Perfect у нас расположен в третьей сторочке, во втором столбце. Он образуется с помощью глаголов have, has и окончания иди, либо глагола в третьей форме, ну то есть из третьего столбика. И употребляется он, когда что-то произошло только что, хотя это настоящее время, но на русском это переводится как-то в прошедшем. То есть just это только что, already это уже, я уже что-то сделал, то есть к данному моменту у меня вот это дело готово. И yet это еще или уже в вопросах и отрицаниях. Ну и соответственно вопросы и отрицания образуются с помощью глаголов have, has. Итак, примеры. То есть примеры образования. I have read, я уже прочитал. Или I've read, I've liked, мне понравилось. I've worked, I've lived, I've done, we've had, и третье лицо, единственное число, has. He, she, has read, has liked, has worked, has lived, has done, has had. И примеры. I've lost my passport. Я потерял свой паспорт. То есть я его только что потерял, вот недавно, и сейчас у меня его нет. Where is Linda? She's gone to bed. Где Линда? Она ушла спать. Ну, она ушла в постель. We've bought a new car. Мы купили новую машину. То есть только что купили новую машину, и теперь она вот у нас есть. You can take this newspaper. I've finished with it. Ты можешь забрать эту газету. Я уже закончила ее читать. He has cleaned his shoes. Он помылся, почистил свои башмаки. Ну, то есть, видимо, только что. До этого они у него были грязные, а вот теперь чистые. The rain has finished, so we can go out. Дождь закончился, и мы можем уйти гулять. His hair had a shower. And now she's coming her hair. Она только что приняла душ, и теперь она расчесывает свои волосы. They've just arrived. Это пример как раз с этими глаголами just and already. Они только что приехали. It's 11 a.m., and he's just woken up. Уже 11 часов, а он только что проснулся. It's only 9 p.m., and Anne has already gone to bed. Уже еще 9 часов вечера, а Аня уже ушла спать. We've already seen this movie. Мы уже видели этот фильм. То есть, к данному моменту мы уже его посмотрели. И отрицание. Мы добавляем частицу not к глаголу have или has. И у нас получается либо have not, либо haven't, либо hasn't. И примеры. I haven't drank this coffee before. Я не пила этот кофе раньше. То есть, вот до этого момента я этот кофе не пила. So you haven't seen my brother today. So you... Не видела моего брата сегодня. Ну, то есть, она, скорее всего, еще не видела его. You won't go for work. You haven't done your homework. Ты не пойдешь гулять. Ты не сделал домашнюю работу. We haven't bought this house. We rented. Мы, ну, как бы еще не купили этот дом. Мы его снимаем в аренду. Which university you are going to enter? I haven't decided. В какой университет ты поступаешь? Я еще не решил. Linda hasn't met Jim this evening. Linda еще не встречала Джима этим вечером. They haven't come to the party. Они еще не пришли на вечеринку. И вот, в принципе, вот это вот, где еще нет. The movie hasn't arrived... The movie hasn't started yet. Фильм еще не начался. Diane and Paul haven't arrived yet. Диана и Пол еще не приехали. Margaret hasn't bought... Has bought a new dress. But she hasn't worn it yet. Маргарет купила новое платье, но еще не одевала его. И вопросы. Для того, чтобы задать вопрос, мы глагол have или has, если это третий лицо, одиннадцатый число, ставим на первое место. Have I read? Have we worked? Have you done? Have they lived? Has he liked? Has she worked? Has it done? Has she turned off the light in the kitchen? Она выключила свет на кухне? Have you heard that noise on the attic? Ты слышал этот шум на чердаке? Has Chris already played tennis this morning? Крис уже играл в теннис этим утром. Ну, здесь предполагается, что утро еще не закончилось. И Крис еще может прийти и поиграть в теннис. Have they came back from the university? Они вернулись из университета? What have you done? Что ты сделал? Если вы слушали Линкенбарк, то у них есть песня What have done? Что я сделал? Что же я такого сделал уже? Who has opened the door? Кто открыл дверь? Why have you got up? Почему ты проснулся? Почему ты встал? И вопрос изъедов. Have you read this book yet? Ты уже прочитала эту книгу? Has Linda started her new job yet? Линда уже начала свою работу новую. Your dress is nice. Have you worn it yet? Твое платье прекрасное. Ты уже его одевала? Have you met your new neighbors yet? Вы уже встречали своих новых соседей? И на этом мы заканчиваем изучение нашего времени. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго.